Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Леси Татар. Здравствуйте. Семь человек с различными травмами доставили в больницы города вчера вечером. Все они пассажиры маршрутного автобуса, который перевернулся на улице Резовской на пересечении с Раскидайловской. На месте происшествия собралась толпа не менее ста человек. Подробнее о требованиях разъяренных людей и причинах громкого ДТП смотрите далее в сюжете. Резонансная авария с многочисленными пострадавшими. На улице Раскидайловской перевернулась маршрутка с пассажирами. На перекрестке в нее въехал внедорожник. Квартал, в котором произошло ДТП, отцеплен полицией. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Происшествие получилось громким. Я быстро подбежал и увидел, что люди начинают вылазить. Один ребенок, но не пострадал. Он очень в шоковом состоянии и некоторые люди просто кричали и не знали, что делать. В одной из скорых первую помощь оказывают пожилому водителю перевернувшегося микроавтобуса. До этого в больнице города уже забрали семерых его пассажиров. Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок. Сам Виктор от госпитализации отказывается. Говорит, уйти от столкновения просто не получилось. Видел, что он едет, но я думал, он остановится. Я почти проехал уже перекрест. Видите, я почти переехал уже на этой стороне. Он меня взад достал. Меньше 60 не ехал. Восстановить картину происшествия особого труда не составило. Буквально через час по сети уже гуляло видео с камерой видеонаблюдения, которое запечатлило момент столкновения. На записи четко видно. Водитель Хюндая не пропустил ехавшую по главной маршрутку. Во время падения микроавтобус чуть не зашиб трех пешеходов. Местные говорят, перекресток очень опасный. Каждый день здесь ДТП. Мы неоднократно писали, звонили, требовали от властей, чтобы что-то предприняли. Никто ничего не делает. На месте аварии собралась изрядная толпа. Люди возмущены дорожной обстановкой. На глазах днем, не ночью. День они вылетают и столкновения. Через день опять авария. Понимаете, у нас уже дети боятся на улицу выходить. Потому что мама, машина перевернется. Я боюсь дорогу перейти. Я боюсь. А взрослый человек, я боюсь дорогу перейти. Мы все в шоке. Жильцы квартала говорят, практически в каждой семье есть пострадавшие на этом перекрестке. Если в ближайшее время городские власти не наведут тут порядок, обещают перейти к более радикальным действиям. Ну, это беда, ребята. Мы, если власти не отреагируют, там, в ближайший день не выйдет, какой-то там наш депутат, не помню, кто сейчас, неважно. Если он не придет к нам, мы будем перекрывать улицы. Мы не дадим общественному транспорту ездить. Пожалуйста, услышьте нас. Мы требуем простую вещь, лежащий полицейский или светофор. Если нужно будет, мы пойдем под горы с полком просто. Чтобы доказать серьезность своих намерений, сегодня на шесть вечера решили перекрыть движение на перекрестке. Так что, если планируете проезжать в районе Староконки, стройте альтернативный маршрут. Побывали на месте ДТП Сергей Бандур, Андрей Дьяченко, Седьмой канал. Еще одна авария, но уже с участием патрульных полицейских. На въезде в город со стороны седьмого километра в служебный Приус въехала шестерка. Копы оформляли одну аварию, а стали участниками другой. Со слов офицеров, водитель ВАЗа въехал со скоростью около 100 км в час по правой крайней полосе. Затормозить попытался поздно и ушел в бетонный отбойник, задев полицейскую Тойоту. После этого началось самое интересное. В итоге всех троих мужчин увезли в больницу, сидевший на переднем сидении. Пассажир сильно пострадал, он головой выбил лобовое стекло. А водителя повезли на экспертизу, чтобы точно установить количество выпитого им алкоголя. Такой вот веселый день ВДВ. Новая зеленая ТЭЦ заработает в Любашевском районе уже весной. Речь идет об экологической теплоэлектростанции. Ее оборудуют на территории бывшего Заплатского сахарного завода. По словам инвесторов, производство сахара в силу многих экономических причин стало нерентабельным. А вот выработка электроэнергии из-за отходов сельского хозяйства, таких как солома, подсолнечник, кукуруза и камыш, может окупиться примерно за три года. Стоимость проекта около 200 миллионов гривен. Это производство в мережу электроэнергии 12 мегаватт зеленый. То есть, в этот энергодефицитный регион мы сможем уже подсилить собственную энергию. Мы будем получать деньги по зеленому тарифу. Мы сейчас подписываем договор. Много 2 миллиона долларов, 50 миллионов гривен вкладываем в мережу области на восстановление этих старых мереж, потому что они не способны сегодня принять такую количество электроэнергии, которую мы можем выработать. Уже к 2021 году на территории бывшего сахарного завода планируют запустить производство биоэтанола. Стоимость проекта около 3 миллиардов гривен. При этом украинский инвестор потратит около миллиарда. Другим этапом у нас будет производство биоэтанола. Нам Колумбийский университет США разработал ТЕО, технико-экономичное обгонтование, на грант компании Дюпон американской. И мы спольно с американцами плануем тут побудовать другого поколения. Это фактически выходы агропромислового комплекса. Кукуруза, солома, которая сегодня горит на полях. В результате ферментации утворивается спирт, то есть фактически бензин, светлые нафтопродукты. Мы сможем на этом заводе выработать близко 50 тысяч тонн светлых нафтопродуктов, которые мы можем заправлять автомобили на заправку. Ремонт дорог и открытие асфальтового завода. На севере Одесской области начали ремонтировать трассу Балта-Кодыма. И все это за деньги от перевыполненного плана таможни. Подробности далее в сюжете. Рабочие снимают первые метры под тучиного ямами асфальта. Это дорога Балта-Кодыма, которую обещают отремонтировать уже в этом году. Общая протяженность дороги более 40 километров. Из них 15 с небольшим это по территории Кодымского района и 20 это по территории Балтского района. Достаточно большой фронт работ. Работы сейчас начаты чуть-чуть раньше даже, чем мы планировали. Примерный срок окончания это ноябрь 2017 года. Не видим пока предпосылок для того, чтобы эти сроки были сорваны. Большая часть финансирования ремонта – деньги таможни. Их удалось выделить благодаря перевыполнению плана работы. Большая часть работа – 215 миллионов гривен. Есть две конструкции дорожного одежда. Первая конструкция – выравнивающий шар, верхний шар с взрослым битумом. И второй шар, где пошкоджены места фрезерирования конструктивного шара верхнего, выравнивающий шар щебеню – 10 сантиметров. А также выравнивающий шар с асфальтобетоном – 8 сантиметров. И верхний шар – 5 сантиметров. После осмотра автодороги «Балтокодыма» председатель Одесской облгосадминистрации поучаствовал в открытии завода по производству асфальта. Отметим, предприятие принадлежит фирме, которая занимается ремонтом дорог. Хочу еще раз подчеркнуть, что этот завод, который производится в Украине, да, с использованием немецких технологий, но производится в Украине. Мощности завода достаточно большие. 165 тонн в час производства. То есть этого полностью хватит для того, чтобы покрыть те потребности в дорожном строительстве, которые на сегодняшний день существуют на севере Одесской области. По словам предпринимателей, собственный завод по производству асфальта позволит удешевить ремонт дорог. Екатерина Лапицкая, Александр Полуев, Роман Приемыхов, Седьмой канал. Только один процент вынесенных приговоров в украинских судах оправдательный. Таким образом, презумпция невиновности в стране фактически не действует, считает адвокат Лиги прав человека Светлана Рудь. По ее словам, судьи, начиная от первой инстанции до Верховного суда, ориентируются на осуждение граждан. Очень много скарг, которые идут в Европейский суд, много решений скасовываются. И решения, которыми в Украине проведено судочинство, вызнаются нечинными и такими, которые порушивают права человека. Напомню, Петр Порошенко подписал закон о Конституционном суде Украины, который предполагает прозрачный конкурсный отбор. Также президент пообещал, что комплексная реформа обеспечит справедливость в правосудии. День воздушно-десантных войск отметили на Одесском ипподроме. Прыжки с парашютами, демонстрация военной техники и боевого искусства, а также награждение десантников, служивших в АТО. Обо всем этом смотрите в сюжете Ольги Голдовой. Военные и дети в тельняшках, флаги различных бригад, демонстрация экипировки и оружия – это праздник всех служащих воздушно-десантных войск. Сегодняшний день – это воспоминания, это о службе, о друзьях и о наших войсках. Это такие войска, действительно, говорят, самые престижные войска. Поэтому мы гордимся, что проходили службу в этих войсках. Сегодня высокомобильные войска одними из первых стоят на передовой, защищают территориальную целостность Украины. Поддержать одесских десантников приехали военные из Киева. У меня мороз по коже, это, честное слово, нам надо просто объединяться, потому что другого выхода нет. Военных, побывавших в зоне АТО, наградили грамотами. Для них, к слову, сегодня работает государственная программа. Для гостей группы спортсменов продемонстрировали боевое искусство. А парашютисты уже по традиции выполнили прыжки. Десантные войска всегда выполняют задачи невыполнимые, поэтому они всегда важны. Это войска, которые впереди всех. Или даже в тылу противника. Тандем-мастер заходит на посадку. Аплодируем. Парашютные прыжки – это очень круто. Во-первых, это здоровый образ жизни, это незабываемые впечатления, это просто неизгладимые впечатления от города, с высоты птичьего полета. А еще совместить с праздником ВДВ – это вообще просто супер. За ВДВ! С днем воздушно-десантных войск украинских военных поздравляет Ольга Голодова, Алексей Филиппов и весь Седьмой канал. Прошел год со дня открытия вербовочного центра в Одессе. Отметить первую годовщину собрались военные чины и гражданские лица. Руководство учреждения поздравило силовиков с трудовыми достижениями. Командование центра наградило лучших сотрудников за высокие результаты работы. Вербовальний центр ВМС, который дислокируется в Одессе, результаты работали около 400 человек, за результатами которого на службу за контрактом было выбрано 293 кандидати на службу за контрактом. На сегодняшний день 147 уже проходят службу в військовых частях. Напомним, вербовочный центр ВМС открылся год назад, 2 августа. Его основной целью стало повышение темпов комплектации кораблей и военных частей национального флота. Отстоять заслуженного врача Украины. Общественники и пациенты популярного в Одессе гинеколога Олега Лукьянчука продолжают разбираться в причинах его увольнения из университетской клиники. Попытались попасть на прием к ректору Медина, но пока безуспешно. Админздание оказалось неприступным. Турникеты, охрана и кодовый замок в приемной. От кого охраняет себе ректор непонятно, но в том, что он скрывается от людей и СМИ, мы убедились лично. Вы сомневаетесь в личностях? Пожалуйста, смотрите, что значит. Ну не только это сейчас. Идемте два человека, это пройдет? Мы сюда не пройдем. Это ультима. Нет пройдем. Нет пройдем. Это режимный объект. Что значит не пройдем? Вы кто спорит? В итоге к пациентам и активистам вышел проректор Талалаев. Ответить на вопросы не смог, так что пришлось написать заявление на прием к ректору. Обещали перезвонить в течение нескольких дней. Но неравнодушные одесситы не планируют останавливаться. Цель задать вопрос ректору непосредственно, в связи с чем он уволил лучшего доктора Украины, гинеколога-онколога, Лукьянчука Олега Валерьевича. С ставки 0,25 с тенистой. Многие, вот мы собрали просто более тысячи подписей. Многие пациентки недовольны. И, в общем-то, они не смогли сегодня здесь с нами быть, но обратились, в общем-то, к нам за помощью. Отмечу, в июне Лукьянчук Олег получил звание заслуженный врач Украины, а уже 19 июля ректор медицинского университета подписал приказ о его увольнении. Ветхие грязные лифты и узники квартир. Департамент городского хозяйства уже более года игнорирует просьбы жильцов дома 68 по улице Семена Пылия о модернизации лифтов. А вчера по решению суда подъемники и вовсе отключили, ссылаясь на их аварийность. Ситуацию разбирался наш корреспондент Назар Бурхан. Он не спускается, он не спускается, он не спускается и не поднимается, потому что это невозможно. Лифты – болезненная тема как для многих одесситов, так и для жильцов многоэтажного дома на улице Семена Пылия 68. Люди жалуются. Уже около года ведут переписку с властями, но долгожданной модернизации не происходит. В мае прошлого года мы обращались в департамент городского хозяйства и непосредственно к Козловскому в том плане, чтобы нам сделали модернизацию лифтов и либо заменили лифты. Больше года мы ведем деловую переписку и получаем отписку. А когда мы обратились в последнее письмо, это было 16 марта этого года, просто не ответили. Как утверждают жильцы, самостоятельно заменить лифты они не могут. Стоимость модернизации одной кабины – около 100 тысяч гривен, а покупка – 600 тысяч. Это неподъемная для людей сумма. В девятиэтажном доме живут более 20 человек с ограниченными возможностями. Некоторые из них вынуждены самостоятельно спускаться из подъезда, а некоторые не могут себе позволить и этого. Также в доме живут и пожилые люди. По иронии судьбы, квартиры большинства из них расположены на верхних этажах. Там одесситы буквально становятся заложниками. Лифт – это представляет нам большие неудобства в том отношении, что у меня муж 9 лет как перенес инсульт. Очень тяжело и спускаться, и подниматься. И таких, как он в доме, очень много. Вчера по решению административно-окружного суда аварийные лифты в доме прекратили работу. Все, чтобы обезопасить самих жильцов. Назар Бурхан, Игорь Казанжи, 7 канал. Любите друг друга, о документах позаботится Министерство юстиции. В пилотном проекте уже год продолжает работать услуга брак за сутки. Молодожены могут не ждать месяц с момента подачи заявления, а пройти ускоренную процедуру. Она также доступна иностранцам, но только если они находятся на территории Украины легально. Начальник областного управления юстиции уверяет, услуга пользуется спросом, а потому имеется шанс и перейти из пилотной версии в законодательное поле. Отметим, расписаться в любое время дня и ночи можно исключительно в Одессе. А вот ускоренная процедура бракосочетания за сутки доступна по всей Украине. Холст, масло и Густав Климт. В торговом центре Кадора учат рисовать полотна всемирно известного художника. Мастер-класс проходит в рамках выставки «Густав Климт. 100 лет без гения». В экспозиции представлены 54 копии и репродукции, получившие лицензии музеев, в которых хранятся оригиналы картин. Теперь каждый желающий может не только увидеть работы мастера, посмотреть фильм о его жизни и творчестве, принять участие в конкурсах, но и собственноручно создать шедевр. За процессом наблюдала Наталья Костенко. Когда-то Светлана работала школьным учителем и брала в руки кисти краски только для того, чтобы подготовить материалы для своей детворы. На большее не хватало времени. Оно появилось, когда педагог кардинально сменил сферу занятости и решила использовать каждую свободную минуту для приобретения нового опыта. Я считаю, сейчас время очень интересное. Опять же, таких вот выставок никогда не было. Просто интерактив. Приходишь, там фильм показывают. Здесь можно себя попробовать. То есть ты участвуешь в процессе. Я слышала, что за рубежом такое есть, но у нас я такого никогда не видела, не слышала. Теперь каждый желающий может взять в руки кисть и под чутким руководством профессионального художника Вадима Суворова создать копию полотна Климта. Сегодня картины парковой аллеи дворца камер. Сейчас туда приезжает огромное количество туристов, которые хотят посетить вот эти места, которые писал Густав Климт. Дело в том, что эту аллею, этот дворец Климт писал 46 раз. Он создал 46 полотен, посвященных вот этим пейзажам, живописным дворца камерам. Перед началом мастер-класса гид рассказывает участникам о выставке, а еще интересные факты о личности жизни и творчестве Густава Климта. Сам Климт одет вот в такую длинную робу, в такой балахон. Это была его такая классическая одежда. После вступительной части за кисти и краски берутся все от мала до велика. Новые шедевры создают независимо от профессии и опыта рисования. Каждый пишет со своими мыслями и эмоциями. У меня в этом году 30 лет совместной жизни. Я рисую мужу подарок. Просто он очень много делает руками, он ремесленник. И он очень много делал всю жизнь для меня, все эти 30 лет. И он меня во всяких образах изображал. А я ни разу ничего такого, даже близко ничего, кроме пирогов, борщей. Вот я решила, что настал момент вот такого. Вот какое есть, такое будет. Зато от, знаете, от души. Это был второй мастер-класс. Оба прошли с таким успехом, что на ближайшие дни группы уже набраны. Но всех желающих почувствовать себя Густавом Климтом ждут на следующие мастер-классы. Они будут проходить до конца сентября в рамках выставки «Густав Климт. 100 лет без гения» в торговом центре «Кодор» на Екатерининской, 27-1. В окружении 54 лицензированных копий и репродукций работ художника. С возможностью поучаствовать в розыгрышах призов и посмотреть фильм о жизни и творчестве мастера. С новостями пока все, но интересно будет и дальше. Уже через несколько минут Татьяна Милимко в прямом эфире поговорит о коррупции в Одесской мэрии с организатором городских фестивалей Вероникой Полторак. Не переключайтесь, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова